Пусть у нас запись будет. Еще раз всем добрый вечер. Меня зовут Таня Фейербах. Я навигатор семейного обучения, консультант, юрист по образованию. Занимаюсь развитием своих образовательных проектов и в помощь родителям у нас создана платформа для проведения аттестации на семейной форме обучения, как юрист консультирую, сопровождаю. И наш путь семейного обучения достаточно большое, уже больше шести лет, поэтому и на основании своего опыта могу делать какие-то выводы, заключения. И то огромное число родителей, которые через наши руки проходят с разными ситуациями из разных регионов России, знаем ситуацию с семейным обучением, с альтернативным, поэтому здесь можем спокойно ориентироваться, здесь можете задавать вопросы. У нас всего час, потому что 8 часов начинается следующий урок. Со школы свободных наук дружим мы достаточно уже давно. У меня младшая дочка ведет здесь занятия танцев. Активно пользуемся. И вообще позиция школы, политика школы очень импонирует, очень нравится, поэтому всячески поддерживаем. И хотели сделать такую полезную встречу для родителей. Я расскажу немножечко о юридической составляющей, чтобы понимали, как перейти. Если вам нужно, как оформить. Краткий такой алгоритм перехода на семейную форму обучения я дам, отвечу на ваши вопросы. И вот Алена спрашивала, как с чего начать, как все это структурировать. На самом деле какие-то общие советы здесь очень тяжело давать. Это как к врачу приходишь, болит голова. Одну таблетку для всех он не может выписать. И здесь точно так же. Может быть, не совсем корректное выражение, но здесь точно так же. Поэтому общие какие-то рекомендации, конечно, мы их даем. Но вот что подойдет именно вам, какой путь, какой образовательный маршрут, здесь только можно пробовать. И тем более я знаю, что вы же с педагогическим образованием вы же все равно ориентируетесь. Вот просто как все это вместе собрать в одно... Ну, структурировать именно для вас. Не факт, что другим детям такой алгоритм может подойти, но, например, для вас можно сделать вот такой вот разбор здесь сейчас прямо в прямом эфире. Конечно, я еще хотела сказать, почему именно только родители выступают педагогами, и почему самые лучшие учителя — это когда родители. Это родители. Потому что основная причина, потому что многие родители, когда в школу детей отдают, я говорю про школу общую образовательную, обычную, массовую, да, они хотят, чтобы к ним относились так же, как дома, чтобы учитывали все особенности характера, да, чтобы действительно был как их ребенок. Но никогда он для системы свой не будет. И только родители здесь реально заинтересованы в качественном образовании, в индивидуальном подходе. И хорошо, что у нас есть такой очень замечательный просто наш закон образования, который позволяет все это реализовать. Не в каждой стране. Я знаю, что в школе достаточно много родителей из других стран. Вот закон наш в Российской Федерации очень гибкий, очень лояльный, и в нем закреплена семейная форма обучения, как одна из форм обучения с точно такими же правами обучающихся. Это здорово. То есть мы можем спокойно забрать ребенка из школы, не отдавать его туда. Все законно оформить, самостоятельно обучать, реально быть заинтересованными в его развитии, в дальнейшем обучении, выбирать любые образовательные маршруты, любые образовательные программы, не обязательно в ГОСовске. Ну, присоединиться к школе, например, как вот школа свободных наук, и аналогично, и спокойно идти по образовательному маршруту. Сдавать промежуточные аттестации совершенно не обязаны. Вы не обязаны каждый год. То есть если у вас в голове сидит, что вам нужно обязательно, чтобы ребенок такому-то возрасту умел определенно считать, писать и читать, на семейной форме обучения это можно спокойно обойти. Это совершенно не нужно. И одна из проблем родителя, что родители очень переживают, как бы что не додать. Вот дети, не знаю, там в 7 лет хорошо пишут, читают, а мой не пишет, не читает. Ну, какая в этом проблема? У нас и многие взрослые. У меня, когда сын сказал, посмотрел, как пишет папа, или там бабушка сказала, ну и что, и зачем мне учиться писать, посмотри, как папа пишет, вообще ничего не поймешь. Мне зачем это надо? То есть они же все видят, они же все это схватывают. Поэтому центр обучения, когда мы дома обучаем ребенку, у нас центр смещается от академической составляющей, как надо. Сразу вопрос, кому надо? Зачем это надо? А надо ли это вообще в принципе, да? А может быть, какие-то развивать другие навыки? Вот смещается она, когда мы раньше говорили, что нужны hard skills, это академические знания, потом мы говорили, что очень важны soft skills, да, это там коммуникация и так далее, там много soft. Сейчас мы приходим к эпохе self-skills. Это новое, это вот сейчас, это везде прослеживается, во всех и зарубежных, и наших образовательных траекториях. Это когда мы изучаем себя, что надо именно нам. Не в госу, не бабушке, не мужу доказывать, не школе кому-то доказывать, что у меня ребенок не дурак, а знает. А то, что нужно именно ему. То есть в центре стоит ребенок, а от него все это, вся эта веточка, вся эта цепочка разматывается. Поэтому, когда мы начинаем выстраивать образовательный маршрут, мы задаем вопрос, а каким мы хотим к концу года увидеть нашего ребенка? Вот, допустим, вашему ребенку 7 лет. Что я хочу, чтобы он умел и знал к концу года? Связано ли это с конкретными навыками и знаниями? Хорошо. Не связано? И еще лучше. Потому что, если у него нет интереса читать, заставлять его читать, нет никакого смысла. У него должен внутри проснуться интерес. А почему мне это интересно читать? У меня дочка тоже, ей 7 лет, она научилась читать и писать, публикуя посты в Инстаграм. Потому что, когда она написала один пост, ее засмеяли подружки, сказали, постарше, ты что, писать не умеешь, запятые не умеешь читать? Она прибежала, сказала, мама, научи меня быстро, нормально, грамотно выражать мысли и писать. Потому что мне, извините, стрёмно перед друзьями. Буквально за 2-3 месяца посмотрела уроки. То есть у нее своя была цель. Она говорит, подходит и говорит, научи меня писать и грамотно излагать мысли. Не я ей даю, а она приходит и говорит, я не надо. У нее есть мотивация. Под эту мотивацию, соответственно, мы работаем. Если есть мотивация научиться считать, потому что я хочу ходить в магазин, сам покупать продукты, помогать маме, быстро научиться считать и заставлять не нужно. А если мы условно сытого ребенка начинаем пичкать ложечки и запихивать в него эту кашу, конечно, у него будет рвотный эффект. Конечно, он убежит. Потому что именно школьная программа таким образом устроена. Дети не голодные, они приходят и им дают непонятную сборную солянку всего подряд. Надо им это, не надо, никто их не спрашивает. И вот время наступило как раз self-skills. Это те скиллы, которые про конкретного человека, про конкретную семью. Что нужно вам? Если у вас есть видение поступить в престижный вуз, иметь хорошие оценки, аттестат, если ребенок с этим согласен, это один путь. Если у вас научить ребенка мыслить, применять свои знания, это совершенно другой путь. И он вообще, можете выкинуть все свои учебники, которые у вас есть. Потому что читать, писать можно научиться без всего этого сопутствующего. У нас подсоединяются. Я вижу Юлю. Юль, добрый вечер. Может быть, кто-то еще здесь? Анна, я вижу Юля. Вы можете, в принципе, камеру не включать, если у вас там есть аватарочка. Хотя бы нам здесь дайте голосом знать, что вы здесь с нами слушаете. Мне интересно, какие у вас вопросы. Алена у нас была первая. Я немножечко поняла, что нужно, в каком русле говорить. Какие именно у вас вопросы есть? Больше юридически правовые или больше как раз академически организационные? Потому что как только вы решите правовые вопросы, сразу встанет следующий вопрос. Все хорошо, я все оформила, я перешла, я забрала документы. Либо я не отдаю вообще ребенку в первый класс, а что же мне делать дальше? И здесь, получается, две большие группы родителей. Первая группа родителей, которые все-таки устраивают, условно, школу дома в любом виде. Либо устраивают семейные классы, либо включая периодические уроки, которые дублируют школьную программу. Либо подключаются к онлайн-школам, где идет просто поурочный, грубо говоря, урок один за другим. Это одна категория родителей, которым нужны как раз академические навыки. Без этого, я бы не сказала, что прям совсем без этого нельзя, но без этого можно обойтись. Это категория родителей очень тревожных, которые боятся что-то не додать, боятся, а вдруг ребенок захочет вернуться в школу, а он там не знает элементарных каких-то там правил и каких-то понятий. Это первая категория. Обычно с этого начинают. Потому что мы, когда 6 лет назад тоже ушли на семейный, мы тоже устроили дома семейный класс, было расписание, были уроки, и мы шли один за другим. То есть, в принципе, по структуре, по системе это ничем не отличалось от обычной школы. Просто это было дома, удобненько, комфортно, в любое удобное время, по желанию ребенку, но все равно был некий минимум то, что нужно знать. И большой пласт второй категории родителей. Это родители, которые за свободное образование, за самонаправленное образование, которым именно важно, что хочет сам ребенок. И очень часто бывает, что когда ребенок видит программу всю перед глазами, что ему нужно знать, допустим, вот если началка, то хотя бы разложить перед собой всю программу начальной школы. Там тем не так уж и много. Если с ним все это проговорить, составить удобное расписание, и он будет видеть, что для того, чтобы мне, грубо говоря, учиться в начальной школе, мне надо по итогу-то не так много всего знать, как кажется. Просто им кажется, что этого не очень много. Мы когда платформу создавали, когда все в единое сводили, мы отталкивались от обратного. Мы брали базу девятого класса, что нужно знать детям к концу обучения в девятом классе. И поняли, что если мы потихонечку откатываемся назад, в принципе, чтобы ребенок более-менее грамотно рассуждал, считал, писал, читал. Не так уж много всего и нужно. Незачем ребенка напрягать каждый день прописями, какими-то обеззаловками. Этим самым мы оббиваем еще больше у него интерес к обучению. Есть просто какой-то минимум. И либо мы по пути минимального идем, то есть минимальной базовой учебной классе, самые минимальные требования, которые у нас выдвигает государство, потому что ребенок не может просто так закончить школу. У нас ребенок не может просто так закончить школу и получить аттестат, если он не сдает государственный итоговый экзамен. Он по-любому должен школу закончить, должен подтвердить свой уровень знаний. И на самом деле, чтобы его сдать, тоже ничего сверхъестественного знать не нужно. То есть спокойно можно подготовиться, спокойно за год закрыть программу девятого класса и таким образом выпустить в школу, получить аттестат. Поэтому, чтобы вы понимали, конечно, все начинается с правовой стороны, когда родители понимают, что для того, чтобы на семейной форме обучения ребенок был, как все, и получил аттестат об общем образовании после девятого класса, для этого не обязательно каждый год строго учиться по программе, потому что оценки, многие родители не знают, что оценки с первого по восьмой класс не учитываются нигде, вообще никак. И для того, чтобы вы получили аттестат, ребенок получил аттестат, всего лишь нужно сдать программу девятого класса, получить допуск в государственном итоге аттестат. И все. То есть пятерки, четверки, тройки у вас там по математике, по окружающему миру в начальной школе, по биологии, по физике, там в шестом-седьмом не имеют никакого значения. Это имеет значение только лишь в том случае, если вы идете на красный аттестат, сделать запись. А запись будет, да, спасибо, что спрашиваете, запись будет выложена на канал YouTube Школы свободных наук, и спокойно берите эту запись, смотрите, и можете после эфира задать вопросы либо напрямую мне написать. Поэтому для того, чтобы ваш ребенок после девятого класса закончил школу, получил аттестат, нужно сдать только программу девятого класса. И сдача программы девятого класса, сама процедура сдачи от обучения отличается очень сильно. То есть мы всегда разделяем процесс подготовки и сдачи аттестации к самому обучению. Учиться вы можете очень хорошо, но на экзамене просто, извините, затупите, не ответьте на какие-то элементарные вопросы. Ну просто вот он не знает, как отвечать на такие формулировки. Но он может прекрасно ориентироваться в предмете, но просто не сдать тест. Либо наоборот бывает, как часто, он очень хорошо сдает тестирование, он умеет, он подготовился к ЕГЭ, он хорошо отвечает на эти вопросы, а в голове полный ноль. То есть он натаскался только на предмет. Вот это слово натаскивание, оно очень хорошее, потому что натаскаться, в принципе, на них очень, ну не так просто на них натаскаться, нужно ориентироваться в понятиях. Но это тоже определенная подготовка. Сейчас мы тестировали наших девятиклассников. Просто даже когда, даже если вы в началке, даже если у вас ребенок маленький, вы должны понимать, куда вы дальше придете. Это для многих родителей очень весомо, очень показательно. Тестировали наших детей, готовили они к вкусному собеседованию, они все готовы, они очень хорошо разговаривают. У них может быть какая-то зажатость, они боятся экзаменатора, какой-то такой внешний, то есть стеснительные детки. Это школьные детки постоянно у нас выступают у доски, поднимают руку, публично высказываются. У семейных деток обычно такого нет, у них вот такая немножко скованность есть. Но тем не менее, они очень все хорошо готовы. Если он готов к тестированию, если он готов к выпускным экзаменам, это совсем не значит, что он хорошо знает школьную программу. Поэтому мы здесь всегда четко разделяем. И сдача аттестации, сдача тестирования показывает лишь одно, как он подготовился именно к этому тестированию. Поэтому всегда мы это имеем в виду, и всегда при оценке ребенка мы понимаем, что этот срез, это контрольный срез, даже это выпускные экзамены, это всего лишь в данной точке. Есть ли он настроение, способен он вспомнить. Да, хорошо, да, отключайте камеру, можете оставить просто меня, или там может микрофон, звук. Если хотите что-то сказать, просто включайте микрофон и говорите, я тут подстроюсь. Поэтому сдача аттестации в девятом классе может быть отличная при слабых знаниях, так и наоборот. Это абсолютно два разных процесса, и они очень часто вообще не пересекаются. Либо наоборот, он хорошо знает тестирование, не знает программу, или отлично знает программу, но не умеет отвечать на вопросы тестирования. Поэтому мы с этим закончили. Для того, чтобы вы получили аттестат в девятом классе, вам нужно сдать промежуточную аттестацию, можно и ждать дистанционно, но очень, но тут не суть. Нужно просто подготовиться к этому тестированию и сдать государственную итоговую аттестацию. Еще раз, все оценки с первого по восьмой класса у нас не учитываются, в аттестат не заносятся. Поэтому, если вы беспокоитесь, вы можете вступить от своих детей, спокойно их образовывать в своем темпе, не бегая, не парясь за оценки. Если есть цель получить именно красный аттестат, если это задача и цель ребенка, конечно, желательно все проговорить, тогда учитываются оценки с пятого по девятый класс, не должно быть ни одной четверки. Обычно такие дети не идут в семейное образование, они обычно находятся в школе либо на заочном, либо на очном-заочном обучении. Сейчас отличия расскажу. Но если мы говорим про альтернативное, про семейное, про свободное образование, здесь немножко не об этом. Здесь не ради оценок. Здесь обучение ради подкрепления внутреннего желания, подкрепления своей внутренней мотивации. Когда из школы уходит ребенок, конечно, мотивации нет никакой. Ему нужно спокойно расшколиться, отдохнуть, перестроиться и найти свой внутренний стержень, свою внутреннюю основу. А почему мне это важно? А понимает ли он вообще смысл обучения? Иногда даже с младшими школьниками разговариваешь, они не понимают, зачем учиться. Потому что надо. Потому что меня будут ругать. И вот этот страх оценивания, страх быть каким-то не таким, он очень существенно мешает нам развиваться. Особенно в школе. Чем дольше ребенок учится в школе, тем глубже в нем вот это сидит страх быть наказанным, страх получить неудовлетворительную оценку. За это будут ругать в школе, будут ругать дома. Поэтому я учусь из-за страха. Учиться из-за страха это очень плохая мотивация. Учиться ради оценок это тоже плохая мотивация. Это просто достигаторство. Если за этой оценкой есть знания, но, как правило, просто за оценкой ничего нет. Большое количество в моем окружении. Я сама хорошо школу закончила. Я очень мало всего помню. И если спросить любого из вас, не знаю, там пять признаков перепончатых крылых, это программа биологии шестого класса. Но если это не стало вашей профессиональной сферы, вы вряд ли мне сейчас быстро ответить. Хотя все школе учили, многие там химические элементы и так далее. То есть нам базу дали, в нас закачали, как это применять. Особо не сказали, зачем нам голову это забивали столько времени. Мы до сих пор у меня ответа нет. Поэтому родители на семейном обучении поняли несовершенство всей системы образования, поняли, что все это бесполезно, абсолютно без внутреннего какого-то желания ребенку учиться. И мы не ждем от государства, что оно развернется в нашу сторону, что разрешит спокойно, свободно учиться. Хотя наш закон, я опять же повторюсь, очень такой гибкий. Мы сами создаем онлайн-школы, мы организуем пространство, мы сами образовываем своих детей без оглядки на ВГОС и так далее. Поэтому первая категория родителей, которые уходят из школы, конечно, они уходят в поисках, возможно, хорошего образования, в поисках более комфортной, лояльной, душевной среды, потому что не всегда в школах комфортно учиться. Уходят за, просто потому, что неудобно часто ездить, ходить, может быть, часто болеющий ребенок, либо спортсмен, музыкант, творческий человек, у которого соревнования, выступления и так далее. Причин перехода может быть сколько угодно, нам не нужно это обосновывать. Ваше законное право, как родители, выбрать любую из четырех форм обучения. И немножечко тоже здесь пробегусь. Первая категория, первая форма обучения, это в образовательной организации, это очное обучение, ну, как обычно все ходят в школу, заочное обучение, когда вы также числитесь учащимся школы, контингентом школы, но на занятия не ходите, вам школа предоставляет учебный материал, и вы сами осваиваете дисциплины, предметы и периодически издаете контрольную тестовую работу внутри школы. Есть такая очень интересная форма обучения очно-заочное, многие родители про нее не знают, это когда на одни предметы ты ходишь в школу очно, ну, допустим, в старших классах могут быть лабораторные работы, химия, физика, где в домашних условиях достаточно тяжело все это организовать, обустроить. То есть физику, химию, я хожу на уроки в школу, все остальное я учу сам в форме заочного обучения. Либо наоборот, когда очень сильно есть педагог, я хожу только к педагогу английского языка на уроке английского языка, все остальное я учу сам. Может быть, другая ситуация, когда конфликт с каким-то педагогом, то есть я хожу на все уроки, где у меня все спокойно, а с тем педагогом, который мне не нравится, с которым я конфликтую, я этот предмет перевожу на заочку. То есть это законный способ не ходить на те уроки, которые вам не нравятся. Это форма очно-заочного обучения, и в каждой школе она обязана быть. То есть они у нас предусмотрены в федеральном законном образовании 17-й статье. И вы спокойно можете выбрать. Следующая форма обучения – это внеобразовательная организация. Здесь тоже два вида. Семейное обучение с 1 по 9 класс и самообразование 10-11 класс, когда детки учатся самостоятельно. И вот про эту форму, про самообразование, что я хочу сказать. Задача детей на семейном обучении – прийти рано или поздно к самообразованию. То есть к самому понятию, когда я сам учусь. И, конечно, 10-11 класс – это юридическое название. Но по факту фактически самообразование уже начинается задолго до этого времени. Это 5-6 класс, дети уже спокойно могут учиться самостоятельно, при условии. Он понимает ценность обучения, он понимает, что ему и важно это. Он понимает, зачем он учится, он понимает, куда он идет и каких результатов он может добиться. То есть это значит, что у него прописан образовательный маршрут. Прописать самому себе вместе с семьей, с родителями образовательный маршрут никакого труда не составляет, никаких тут особых секретов нет. Я общие рекомендации сейчас дам, на что обратить внимание. Вы можете, конечно, еще написать, у меня есть там памятки, файлы, инструкции. Если будет интересно, я выложу, со школы поделюсь, она уже это опубликует. Любой образовательный маршрут, сейчас немножечко про это расскажу, это путь. Представьте, мы запланировали отдых, мы летим на отдых в Сочи. Хотим, запланировали. Вот конечная точка. Во-первых, нужно прописать, какими навыками, знаниями у нас ребенок должен обрасти к концу пути. Пусть, допустим, не берем сразу большие траектории, не будем брать всю сразу школу. Берем хотя бы начальную школу и, допустим, среднюю школу разделить на два этапа. Либо, кто только начинает путь, можно взять просто академический год. Сейчас хорошо, сейчас начало учебного года, начало календарного года, середина учебного. Но не страшно, в январе многие составляют учебные планы, кто-то в феврале. И до декабря себе прописывают ваши конкретные цели, задачи. Что я хочу? Я хочу, чтобы мой ребенок научился хорошо публично выступать. Мы сейчас работаем над этим. Я хочу, чтобы мой ребенок понимал, где он будет применять те или иные знания, чтобы его подкрепить интерес, допустим, в физике и так далее. То есть прям конкретно, что вы хотите, какой-то измеримый результат. Это сделать несложно. Можно начать с небольшого списка, там, 5-10 пунктов. У них больше 20. Ну, рекомендовано, потому что много целей в голове держать достаточно тяжело. То есть мы прописываем конечную точку, куда мы хотим прийти. Наш город Сочи, куда мы едем отдыхать. Но очень важно нам на этом пути понимать, из какой точки мы выходим. Мы полетим из Москвы, из Красноярска, из Нижнего Новгорода. От этого, соответственно, весь путь тоже меняется. Нам обязательно нужно подумать, посмотреть, проанализировать, из какой мы точки выходим. То есть какими уже сейчас способностями, навыками, знаниями обладает ваш ребенок. И это не только академический срез. То есть это не только мониторинг знаний. То есть знает он этот предмет и не знает. Это просто способность учиться, способность держать в голове необходимый объем информации. Для младших школьников это концентрация внимания. Для средних школьников это, может быть, навыки написания конспектов. То есть что сейчас имеем? Соответственно, вот эту точку, конечно же, нужно делать, обсуждать вместе с ребенком. И я сейчас попробую найти, у меня здесь есть тетрадочки, такая большая карта. Очень классный инструмент, очень хорошо работает. В Польшу у нас зашел разговор про вот эти свои навыки текущие. Сейчас я вам покажу, если получится. Конечно, здорово составлять карты, визуализировать то, куда я хочу прийти и откуда я ухожу. И мы вот лично сами и на практике составляем карту целей и желаний наших. То есть что я сейчас уже умею по всем фронтам? Я уже умею считать, писать, читать. Я умею удерживать внимание и так далее, и так далее. Я уже сейчас. Обычно в эти карты мы вписываем не только академические знания, мы туда еще вписываем какие-то умения. Я уже умею устанавливать контакты. Я умею ориентироваться для знакомых пространств и так далее. Сейчас я вам ее постараюсь найти. Максимально вписываем в этот список то, что уже сейчас у нас есть. И обычно дети очень радуются, когда мы эти списки составляем, потому что они иногда сами не понимают, сколько всего классного они знают, умеют. Возьмите школу свободных наук. Какие талантливые дети. Я своей дочке не ожидала, что на два раза в неделю по часу будет полноценно вести урок. С разминкой, с объяснением, с уделением внимания каждому ученику. Прекрасные учителя в школе. И какие таланты у нас скрыты в наших детях. Не знаю, видно, не видно. Сейчас я попробую. Вот такая вот, наверное, зеркалит. Вот карта моих навыков и талантов. Мы пишем, что я люблю делать, что мне интересно, чего я хочу достичь. Вы пишете вместе с ребенком. И вот у нас здесь разделено на год и на месяц. Соответственно, это первая часть. Что уже сейчас я люблю, могу, умею. То есть это первый блок, первая наша входная, это наша точка А, примаршрутизация. Это вот ваш ребенок. С другой стороны, мы пишем, чему я хочу научиться, что я хочу узнать и чего я хочу добиться. И дайте такую небольшую творческую работу вашему ребенку. Если нужно, я скрин потом сделаю, пришлю эту карту. У меня где-то она есть. Чему я хочу научиться? Здесь не обязательно, ну, не ждите там, да, узнать, чем отличаются там членистоногие и покрытые семена. И, конечно, тут будет, наверное, много всего интересного. Это как раз ключ к мотивации. Вот чему я хочу научиться, что я хочу уметь. Это как раз ключ к мотивации детей. Через эту как бы дверку мы уже входим в то, что как бы условно надо знать. Потому что хорошо просто любить рисовать и уметь научиться танцевать. Но все-таки без базовых там навыков грамотности, да, там, счета и так далее все равно будет тяжело. И через то, чему он хочет научиться, мы уже идем к другим. И мы видим точку А, что уже сейчас. Мы видим точку Б, куда я хочу прийти. То есть у нас уже две точки есть. Это самая базовая маршрутизация. Она достаточно такая простая. И если вы думаете, что тут ничего сложного, тут на самом деле ничего сложного нет. Просто я, может быть, еще раз какие-то вам мысли буду подтверждать. Когда у нас есть точка А и когда у нас есть точка Б, остается самое сложное. Каким способом вы будете добираться? На автобусе, на велосипеде. Останавливайтесь в каждом пункте. И там из Москвы, допустим, в Сочи можно задержаться в каждом городе, устроить такую себе большую экскурсию. Либо быстро долетите, максимально комфортно. Вот способ доставки вас, вашей семьи к тем целям, которые вы указали, вот тот самый маршрут и выкладывается. Раскладывается, это все способы, каким образом можно прийти к желаемому. И здесь, что в помощь родителям можно порекомендовать? Конечно, знать, какие инструменты обучения, образования у нас существуют. Их сейчас огромное количество. Это не только онлайн-платформа, онлайн-курсы. Это и очные встречи, это встречи клубов в городах. Это и чтение, и письмо, кружки, секте. Это все, что угодно. Это совместные какие-то мастерские. То есть каким способом прийти, мы можем определить, когда мы знаем. А как вообще можно добраться? Так, у нас есть один, есть путь там с самолетом. Другой есть путь на машине доехать, но с остановками. И вот этот маршрут мы уже составляем с учетом того, можно доехать быстро, но тратить на это, допустим, минимум времени. Но это дорого, условно, да, долететь из Москвы в Сочи. Быстро можно за два с половиной часа ближайшим рейсом, и это будет одна цена. Либо своим ходом, может быть, там на машине, может быть, будет и дешевле. Вот поэтому здесь мы учитываем всегда возможности семьи, ресурсное состояние семьи, и кто вовлечен в образовательный процесс. Если с вами живут еще бабушки, дедушки и так далее, братья и сестры, конечно, так или иначе, опосредованно они будут вовлечены в вашу образовательную деятельность, будут вам либо помогать, либо мешать. Поэтому мы состыковываем здесь всех, кто какой вклад может внести, кто какой участок может на себя взять, с кем из вашего окружения ребенку будет интересно заниматься, либо рядом просто сидеть. Иногда он рядом сидит, что-то делает, я рядом сижу, работаю, и у него обучение идет, и он меня не отвлекает. Чем он сидит один, без помощи чьей-либо. Поэтому мы стараемся оценить всю обстановку, создать образовательную среду. Что это значит? Многие говорят, как создать образовательную среду своему ребенку. Вот оценить все, что есть вокруг, что способствует точке вашей Б, а что отвлекает, что мешает. Конечно, многие дети спокойно учатся и в бардаке, когда стол ей завален, они спокойно сидят и занимаются. Кому-то нужно, наоборот, все со стола убрать, все лишнее убрать, оставить то, что нужно. Все дети разные, здесь нет какого-то одного рецепта, одной волшебной таблетки, что подойдет всем. Мои дети в бардаке живут, я могу завалиться документами, мне на процесс не мешает. Допустим, супруг или старший ребенок, он может заниматься только, когда идеально. Вокруг тишина и чистота. Все дети разные, здесь не может быть правильно, неправильно, а как комфортно вам. Поэтому вот этот путь из точки А в точку Б мы, соответственно, оцениваем со стороны, а что у меня есть, какие у меня есть ресурсы. Мы оцениваем, кто здесь мне может помочь, какая у меня есть временная возможность участвовать в этом. Потому что, конечно, на семейном обучении родители выполняют не только роль организатора, они еще модерируют весь процесс, помогают, находят необходимые образовательные методички, сайты, учебники и так далее. То есть фактически методистами выступают. Когда у нас родители сам выступают в роли педагога, это не всегда работает. Тут тоже в этом ничего плохого нет, но рано или поздно наша задача прийти к самообразованию, как я уже сказала. Самообразование для ребенка 12-13 лет, это никогда мама с ним сидит и объясняет им материал. Поэтому рано или поздно роль мамы здесь идет на второй план, и ему за это время нужно научиться, надо научиться учиться самому. Он без этого просто дальше уже не выживет, не сможет. И задача на семейной форме обучения как раз началке, показать, какие у нас есть инструменты, с помощью чего нужно учиться, кому обратиться за помощью, где мне взять, где мне распечатать, как я могу не только понимать, где я это возьму, а как я еще могу контролировать освоение материала, то есть периодически проходить какие-то тесты, контрольные работы писать, просто для себя, чтобы понять, я усвоил и не усвоил. Чем раньше этот навык придет, тем вам будет проще дома спокойно учиться, потому что не должно семейное обучение занимать много времени. То есть если в началке у вас процесс обучения занимает больше полутора-двух часов, у вас что-то не так. Я бы уже серьезно обратила на это внимание. Если у ребенка нет никаких физиологических каких-то особенностей, или сильномедлительных, или так далее. То есть если все обычно, все стандартно, дольше полутора часов уже, в принципе, в началке каждый день время уделять не нужно. Если это средняя школа, это 2-3 часа в день, при грамотном распределении силы времени, этого отрезка времени достаточно, чтобы закрыть всю школьную программу на минимальном уровне, чтобы просто спокойно закончить школу, получить эти стадии. То есть мы здесь не говорим о развитии каких-то именно сфер интересов. Мы говорим о том минимуме, который нам просто надо. Не о того, что я хочу, а просто это нужно включать. И великая дилемма на семейном обучении у нас точно так же до сих пор тоже приходят такие мысли, что как найти баланс между тем, что нужно, и тем, что я хочу. Вот нужно потихоньку, надо, убирать слово «надо», найти интерес, чтобы это было своим. Я очень люблю, не люблю слово «пройти материал», «пройти программу», потому что мимо пройти. Я очень люблю слово «освоить», то есть «освоить», то есть «сделать своим». А когда оно мое, когда я понимаю, принимаю, как это работает, зачем мне это нужно. Я освоила навыки, не знаю, там введение Инстаграма, они мне приносят удовлетворение, радость, там, отлик. Я освоила какой-то предмет, значит, я его сделала своим. Поэтому мы не проходим, мы стараемся программу осваивать. Итак, две большие категории родителей. Первые родители особо тревожные, которым рекомендовано даже не семейное обучение, а заочное, будучи прикрепленным к школе. Именно школа отвечает за образовательный процесс, вам помогает, дает какие-то материалы. Вы далеко тут сами не уйдете. И, соответственно, они вам диктуют некоторые регламенты, требования в плане знаний. Когда вы уже готовы полностью отпучковаться, отпуститься от школы, отпустить себя, своего ребенка, такое свободное обучение, это, конечно, семейное обучение, семейное образование, которое уже в последнее время развито, уже действительно хорошо, серьезно. Во многих регионах есть семейные центры, школы открываются все больше и больше. Это очень востребовано. И только семейное обучение может быть действительно приближенным к ребенку. Про self-skills. Это маленькие семейные центры, где тьютер или педагог знает каждого ребенка, знает его индивидуальные особенности. В масловой школе это нереально просто сделать. Поэтому, когда у нас идет смещение на внутреннюю потребность семьи, обучение складывается практически всегда хорошо. То есть мы не смотрим на то, что мы кому-то должны какие-то оценки, что-то перед кем-то отчитываться. Мы только смотрим на то, в нашу траекторию это укладывается или не укладывается. Конечно, родителям необходимо знать просто элементарные навыки организации, просто организации учебного процесса. Для того, чтобы начать, нужно понимать материал, объем материала, его разложить, структурировать. И, опять же, у вас, допустим, ребенок, вот, допустим, Алена, да, начальная школа, ребенку семь лет. Какой материал вы хотите освоить? Какой материал вы хотите пройти? Допустим, берем русский язык. У него есть несколько там базовых основных блоков. Соответственно, мы их разбиваем по месяцам. Какой месяц у нас будет одна тема на месяц ключевая. И, соответственно, мы можем выбрать себе два-три всего, всего два-три учебных дня в неделю. Все остальные дни ребенок спокойно занимается спортом, творчеством и так далее. Вот. И именно в эти учебные дни мы занимаемся. Поэтому самый здесь простой вариант. Берем программу, которая нравится. То есть программа, что это значит? Это учебно-методический комплекс, который нравится. Не обязательно в ГОСовский. Есть прекрасные в ГОСовский учебники, есть не в ГОСовский. Кому-то нравится учиться по старым советским учебникам. Кому-то нравится учиться по американским изданиям. Вот. Мне, допустим, из наших русских очень нравится математика Гейдмана. Это, по-моему, начальная инновационная школа. Но там хорошая только математика. Русский язык, например, в чтении мне нравится. Школа 21.00, где Бунеев, Бунеева, авторы. Очень хорошая программа. Очень такая понятная. К ней есть и методичка, чтобы спокойно себя подтраховывать. И она действительно такого развивающего обучения. Это когда ребенку не даются сразу готовые какие-то варианты, готовые решения. Его заставляют омыслить, думать. Но здесь должна быть рядом рука на пульсе родителей, чтобы вовремя задать вопрос. Поддорулить, подмодерировать процесс. Если мы говорим про учебники. Мы, например, сами, большинство наших родителей используют просто рабочие тетради. То есть образовательный контент, он есть в интернете. Это можно посмотреть любые видеоуроки. Либо Российская электронная школа, Лучиру и так далее. То есть тот контент, который есть в интернете, как базовая академическая часть. Но потом отработка навыков, счеты письма и так далее. Все это идет в рабочей тетради. Видите, интерактивные рабочие тетради. Очень нам нравится SkySmart. Это бесплатная интерактивная рабочая тетрадь. Приложение, какого восстанавливать, не нужно. Просто она в браузере открывается. Есть параграф учебника. По каждой теме все структурировано, четко, понятно. Но, насколько я помню, SkySmart только запущен с пятого по одиннадцатый класс. По-моему, там началки нет. Научиру хороший, достаточно материал, тоже структурированный. То есть это тот минимум, который, в принципе, если ребенок будет знать, этого будет достаточно. И в каком объеме? Можно знать, действительно глубоко. Это, опять же, от вот этой цепочки, в этом маршруте вы глубоко будете останавливаться на каждой теме, прям, чтобы точно это в голове сидело. Или просто немножечко пройти, чтобы база какая-то была, а развивать уже, углублять эти знания будете по мере желания ребенка, чтобы у него была своя внутренняя мотивация. Это тоже зависит только от каждой семьи. Поэтому, чем у нас больше способов доставки, велосипед, самокат, поле, самолет, как угодно, да, блаблакары и так далее, тем у нас есть выбор. А когда у родителей есть выбор, это здорово. И сейчас такого огромного количества инструментов для обучения, ну, как никогда много. Спасибо большое в этом плане пандемии, которую нам в прошлом году показала все ресурсы. Министерство просвещения нам выкатило огромный, прекрасные списки порталов для обучения, подборки сервисов, ресурсов, рабочих тетрадей и так далее. Многие платформы, там, онлайн-школа Foxwood и так далее, открыли бесплатный доступ к своим курсам. То есть знания, бери, пожалуйста, они вот, они одним кликом находят. Но, а интересно ли, как удержать концентрацию ребенка на этом уроке, как сделать так, чтобы он его освоил? Вот здесь включаются родители. Здесь включаются родители через мотивацию, через составление вот этого образовательного маршрута для себя, потому что вы это делаете для себя, не для кого-то, никому его показывать не нужно, как нужно нам. Когда мы составляли свои первые маршруты, это заняло у меня достаточно много времени. Я месяц сидела, делала учебный план. Я взяла учебники, которые мне нравятся. Открыла самую последнюю страницу, увидела там оглавление. Это значит, все темы, которые мне нужны в течение года пройти. Распределила по тем дням, которые мы учимся. Мы выделяли всего 2-3 учебных дня. Все остальное было спорт, творчество. Мы не перегружали дни, чтобы просто дети не уставали. И те 2-3 учебных дня, когда мы учимся, мы идем тема за темой, новое, новый материал, повторение немножечко предыдущего. Таким образом, у меня был годовой учебный план на каждого ребенка, и мы потихонечку шли. Потом от этого, естественно, отказались, потому что у нас все меньше в нашем обучении слова «надо», «меньше я хочу». И сейчас мы учимся только от того, что хочет ребенок. Если у меня дочка, дочке заинтересовало писать и выступать, ей я просто задала вопрос, а что тебе нужно, чтобы было все хорошо? Мне надо хорошо писать. Хорошо, давай с тобой будем писать. То есть принципиально другая позиция, что вы даете, сегодня мы с тобой учим дроби, это одно, «мам, расскажи, как мне научиться что-то делать». Тебе для этого нужно вот это, вот это совершенно другой разговор. Это в тему составления маршрутов, образовательных планов. Самый первый маршрут, он может быть неподробный, это будет просто пока вектор, ориентир. То есть вы планируете неподробную поездку, но вот я бы хотела в конце года приехать в Сочи. Ну, как-нибудь недорого, как-нибудь с наименьшими затратами. Будет хотя бы вектор, будет хотя бы направление. Мы, опять же, знаем, откуда уходим, мониторим ребенка сейчас, что я сейчас уже умею и куда мне нужно прийти, какими знаниями, навыками я хочу, чтобы он оброс. Если у вас есть задача пойти учиться в общеобразовательную школу после двух-трех семейного обучения, это будет совершенно другой маршрут. Вы понимаете, да, чтобы вы пошли с ребенком мощно в школу, ему нужно не только знать, но ему еще надо уметь оформлять правильно отступы в тетрадочках, сколько там линейчик, клетчик, отступы и так далее. Весь тот бред, которым занимаются наши родители, дрессируют своих детей. На этом этапе я хочу спросить, все ли понятно, что я говорю. Вы можете включить звук, задать мне какие-то вопросы. Итак, у нас в России, в соответствии с нашим федеральным законам образования, статья 34, есть право родителей выбирать образовательные программы и методики. Есть право на сдачу промежуточных аттестаций, вас никто не обязывает. В соответствии с 17 статьей вы можете выбирать форму обучения с учетом мнения ребенка. Для того, чтобы учить, нужно самый-самый минимум. Чтобы учить интересно, здесь нужно, конечно, подумать, посмотреть, нужно ли действительно именно это, поговорить вместе, ну, просто вместе сеть и поговорить. Мы очень любим разговаривать на каких-то совместных прогулках. А чем ты хочешь заниматься в этом году? Что ты хочешь уметь? Зачем ты это хочешь? То есть одно просто, да, просто я хочу тому или иному научиться, тот или иной курс, но проблемы найти. А зачем ты? Знаешь, куда его потом применить? Может быть, ты хочешь какой-то свой проект сделать? Может быть, ты хочешь об этом рассказывать, популяризировать это направление и так далее. Друзья, я готова ответить на вопросы по алгоритму перехода на семейное обучение. Если нет вопросов, мы это пропускаем. Если есть, я сейчас расскажу, как это все правильно оформить. У меня есть вопрос по алгоритму. Вот мы, так как мы сейчас в частном классе прикрепились на заочное, получается, обучение, да? Ну, по сути, просто пока отправили туда документы, потому что это в другом городе лицей, вот, они должны были прислать обратно. То есть сейчас какой должен быть у нас алгоритм? На заочной форме обучения у вас процесс по контролирует школу. Они вам дадут материал, и вы здесь, в принципе, можете подпраховаться другими учебниками, но на заочном обучении промежуточные... Я хотела бы вообще открепить, то есть не прикрепляться к ним, потому что в моих планах, то есть мы полностью перешли на семейное, да, мы дома, и я сейчас буду сама подбирать, как обучать, весь образовательный процесс организовывать, и в дальнейшем сдавать уже на каких-то площадках просто аттестацию. Да, смотрите, открепиться, слово прикрепление вообще, как бы оно юридически неправильно, не совсем верно. Вам нужно отчислиться из школы, написать заявление на отчисление в связи с переходом на семейную форму обучения, то есть вы меняете форму обучения, отчисляетесь и забираете все документы ребенка домой, личное дело, карточки. Если еще ничего не заводилось, ничего, соответственно, нет, ничего не забираете, медицинская карта. Вот, все, вы из школы ушли. Далее вы уведомляете отдел образования вашего города, района, что вы меняете форму обучения. Это нужно сделать обязательно. За невыполнение у нас санкций нет, но живем в таком государстве, что лучше все-таки бумажечку иметь, что ты это сделал, чем потом доказывать, что ты хороший родитель. Да, и не привлекаться по 5.35 за невыполнение родительских обязанностей. Поэтому лучше либо дойти, либо написать на электронную почту, в бумажном письмом, заказном уведомлении о смене формы обучения. Обязательно написать, что это выбрано с учетом мнения ребенка. Можно там написать с дальнейшим прохождением промежуточной аттестации в какой-то школе, если вы будете прикрепляться, либо это не указывать. С этого момента, как только вы уведомили, от них не нужно ждать какого-то распорядительного акта, разрешения. Мы вам разрешаем. Такого не нужно. Вы им просто отправляете, с этого момента вы считаетесь переведенным на семейную форму. У нас презумпция, как говорится, невиновность. Если у нас родитель отправил, значит считается автоматически, что он в ближайшем образом уведомил государство о смене образования, с мировой формы обучения. С этого момента вы уже сами решаете, по каким материалам учиться, в каком темпе. Год вообще ничего не делать, на следующем год в два раза больше пройти. До 18 лет вам нужно закончить 9 класс. Распределяйте свои силы, как хотите. Кто-то заканчивает очень быстро, кто-то медленно идет. Тут абсолютно ваше право. Какие здесь могут быть нюансы? Особенно внимание к Краснодарскому краю в России и Республике Татарстан. В последнее время косячит еще Санкт-Петербург. Какие-то там товарищи не очень сговорчивые в отделе образования, которые нарушают права родителей. Они у вас могут попросить справку с прикреплением к школе. Они могут навязывать вам промежуточные аттестации. Но здесь дело ваше. Навязать права не имеют, потому что вы не обязаны. Они вас могут попросить. Можно с ними не конфликтовать, согласиться. И когда вы к школе присоединитесь, там онлайн, либо физически найдете в своем городе, вы можете предоставить справку о том, что вы прикреплены. Также в некоторых регионах просят, допустим, в Краснодарском крае просят извещать каждый год, показывать еще результат аттестации. Они ведут учеты контроля этих детей. То есть сдали аттестацию, получили справочку с оценками. Вышку в департамент образования принесли, показали, вот мои оценки, у меня все в порядке, я ребенка обучаю. Поэтому при смене обучения уведомляем один раз. Не надо каждый год к ним ходить и уведомлять. Если вы вдруг возвращаетесь обратно в школу, на очку, на заочку, и опять потом на семейное, тут опять нужно уведомить. То есть мы уведомляем один раз при смене формы обучения. У нас ребенок не может болтаться в воздухе. Либо его учат в школе, или он на семейное обучение его учат родители. Об этом должны быть в курсе местные органы самоуправления. По поводу аттестации. Вы ее можете сдавать очно в школе, по месту жительства приходите, согласовываете график аттестации, берете материал, по которому готовится, и в назначенное время приходите и сдаете очно. Ребенок садится в началке. Обычно дается общая, однокомплексная работа по всем предметам и так далее. Сейчас, что-то в чате пишут. По-русски, пожалуйста, напишите, Алексей. У нас буквально прям 10 минуточек, там потом начнется урок чтения для деток по этой ссылочке. Как часто? Можно часто менять форму обучения, как только вам сблагорассудится. То есть можно один месяц находиться на одном обучении, потом поучиться в школе. Здесь закон нас ничем не ограничивает. Вы можете менять форму обучения. Спокойно. Соответственно, у вас есть право перескакивать через классы. Вы можете сдавать не каждый академический год. Мы рекомендуем у нас своя платформа для аттестации эту историю. Мы рекомендуем сдавать тот класс, который вы сейчас проходите. Если вы раньше там ничего не сдавали, не нужно их за одним числом задавать. У вас есть такое право. Вы можете сдать за один год сразу два учебных класса. Пойти в школу, договориться и примите у меня, допустим, сразу пятый, шестой класс. Так тоже можно. И на заочке у вас такой возможности не будет. Вы идете строго по учебному плану и на семейной форме обучения вы можете все это делать. Так, считайте, если ребенку 7 лет в ноябре, можем ли мы попросить обучение в первом классе на СО, если не получится, на следующий год пойти в школу, если не оповещать. Смотрите, сейчас, сейчас, сейчас. Вы можете попробовать и очень, если сомневаетесь, очень рекомендую, чтобы у ребенка было с чем сравнить. Идите в школу, немножечко поучитесь. Тут для того, чтобы перейти и уйти, не обязательно ждать какого-то окончания четверти, полугода или года. Вы 2-3 месяца учитесь, понимаете, что нравится, не нравится, пишите заявление на отчисление в любое время, всегда. Обычная школа уходит в отпуска только, наверное, июнь, июль. То есть и в мае они работают, и с августа они все уже на местах. Это ваше право в любой момент времени прийти в школу, зачислиться, попробовать очко, если что-то не понравится, и школы отчислятся. Когда отчисляемся, меняя форму обучения, уведомляем. Я знаю, многие родители не спешат уведомлять, потому что боятся, что их сведения уйдут в опеку, в комиссию по делам несовершеннолетних. Я знаю, что есть такая история во многих регионах отдел образования, вот дверь в дверь сидит с органами опеки, они там эту базу одну на двоих ведут. Санкций за неуведомление нет. То есть вам с юридической точки зрения ничего не будет, если вы не уведомите. Ну, допустим, учитесь на семейном, никого в курс не ставите, решили вернуться в школу, возвращаетесь. Учитесь вы 2-3 года на семейном, чувствуете, что в вашем регионе как-то неспокоен относительно семейников, начинают звонить, проверять, идете в департамент и говорите, а я на семейном, вы уведомляете по факту. То есть здесь ничего такого нет. Конечно, мы рекомендуем все-таки не конфликтовать, а сразу все это сделать, но никаких санкций нет, не переживайте. Если вы сейчас прикреплены в школе в Московской области, хотел прикрепиться к Москве, да, смотрите, и тут два варианта. Либо вы взаимодействуете со школами сами, вы можете обратиться в любое образовательное учреждение, на ваши выборы, в любое абсолютно, и попросить вас прикрепить для прохождения тестации в любую школу. Вы живете в Краснодаре, можете прийти в Москву, вы живете в Московскую область, вы тоже можете прийти в Московскую школу. Прописка здесь значения не имеет внимания. Либо вы можете использовать дистанционные платформы, присоединяйтесь к нам, мы вычисляем в Московские школы всю Россию. Платформа Тесториум без проблем. Самый простой вариант, безоплатно, это пойти ногами в свою школу по месту жительства, рассказать о материалах по системе РКШ. Да, знакомы, мы знакомы со всеми образовательными методиками. Лично мое мнение, это в вашу траекторию обучения вписывается, а вам вот это надо писать мелом на дощечках, либо я считаю, что важно, пусть ребенок лучше 10 пальцев очень быстро пишет на компьютере, чем пишет мелочком на досочке. Я, лично мое мнение, ничего против не имею адептов РКШ, я категорически против готовых, готовых, готовых методик. Готовая методика именно вашего ребенка никогда не будет учитывать. Либо вы идете тупо по программе по чужой, чужой дяди-тете написано, или вы идете по своей. Я за то, чтобы вышли по своей, чтобы миксовать, добавлять. Отсюда взять, не знаю, там, пчелку, да, они там учатся по РКШ, по-моему, чем пчелку. Отсюда взять это. То есть взять отовсюду самые лучшие, самые лучшие материалы. Зачем останавливаться только на одной системе, если сейчас столько всего интересного. Следующий вопрос. Как организовать с ребенком обучение? Трудно дается, не нравятся какие-то предметы. Трудности с русским. Для аттестации? Смотрите, аттестацию можно не сдавать, вы ее не сдаете, не мучайте ребенка русским, отступитесь с ним от русского языка. До 18 лет писать по-любому научится. Это моя принципиальная позиция. У меня, мой 11 лет, иногда забывает, в какую сторону пишется прописная буква Д. Ну, ничего страшного, напишет печатную. Я-то понимаю, что он пишет. Никакой проблемы нет. Вся проблема не в ребенке, вся проблема обычно в головах родителей, которые почему-то думают, что он обязательно должен каллиграфично писать. Он обязательно должен знать все там дипричасти, дипричастные оборота. Если ему не интересно, вот вдалбливай в него, внедалбливай будет итог один. Только испортите отношения и отобьете всякую мотивацию учиться. Мы живем в такое время, что он по-любому должен любить учиться, любить получать новые знания, новый курс. У моего, я часто говорю про своих, потому что мы сами потребители нашей идеологии, нашей методики. Мы пробуем все. Мы практически все уроки в Школе свободных наук прошли. Мы пробуем, экспериментируем, потому что интересно, иди пробуй. Неинтересно, мы ждем, когда интерес появится. Возможно такое, что интерес не появится. Ну и что такого? Ну и не появится интерес. Татьяна, можно спросить по поводу юридической стороны вопроса прикрепления? Вот Московская область, Пушкинский район. У нас управление образованием мне сказало, что я каждый год должна писать, пока ребенок в начальных классах, каждый год я должна приходить к ним и писать заявление о том, что я на семейном образовании. Смотрите, у нас очень низкий уровень грамотности не только родителей, но и отделов образования. В марте еду в Московскую область, в Коломну, еще в один регион не буду говорить. Я читаю лекции по семейному обучению в отделе образования. Они не знают, они меня сами просят приехать им рассказать. Они сами не знают, что с семейниками делать. И они начинают фантазировать. Конечно, им проще на каждую папочку положить, чтобы было много бумажек, бумажками обложиться. Позиция всегда у вас должна быть спокойная и вот такого плана. Если вы от меня что-то требуете, вы мне скажите, на основании какой нормы закона мне нужно это предоставить. Приходите в отдел образования и говорите, вот мое уведомление, я перехожу на семейное. Вам говорят, хорошо, где вы будете сдавать эти стации? Скажите номер школы. А вы говорите, а покажите, пожалуйста, мне, на каком основании мне нужно давать эти сведения. они вам скажут на словах. Хорошо, я, к сожалению, человек дотошный, напишите, пожалуйста, мне письменно. Я без письменной бумажки от вас не уйду. Письменно пишите ваши требования. Нужно предоставить на основании такого-то, такой-то нормы закона. Таких норм закона нет. Когда родитель четко просит сформулировать и написать в соответствии с законом, товарищи там просто на местах теряются. Нормы закона такого нет, таких нет. И все их требования не обоснованы. Они нарушают ваши права как родителей. Вы говорите, стоп, минуточку, давайте я позвоню юристу, набирайте меня. Я консультирую абсолютно бесплатно, спокойно можете позвонить, написать, если не на работе, если другими делами не занимаюсь, обращайтесь, мы многих консультируем. Над историей вы позвоните, вас тоже девочки проконсультируют. Любые требования от как с нами связаться на будущее. Меня найти можно, я в фейсбуке бываю редко. Найдите меня Татьяна Фейербах либо в Инстаграме. У школы свободных наук был анонс, там есть меточка на меня, можете мне написать. Часто бывают какие-то необоснованные требования, не надо с ними ругаться, спокойно, там тоже такие же люди, с них тоже требуют какие-то бумажки. И, к сожалению, они просто не знают закон. Спокойно говорите. А вы знаете как, я, к сожалению, не знаю, что я должна это сделать. А обоснуйте мне, почему? Я вот правда не знаю, на основании какой нормы мне нужно это сделать. Они на словах говорят очень хорошо, а письменно если предоставят, вот с этой бумажечкой уже прям напрямую ко мне и говорить, Татьяна, мне написал департамент образования во всякую такую фигню, что мне дальше делать. Привет, дети! Ждёте урок, мы скоро закончим. Да, уже меньше минутки у нас остаются. Да, меньше минутки. Друзья, всем большое спасибо, я надеюсь, было полезно. Спасибо большое! Мы выложим, да, попросим школу выложим. Да, всем, пожалуйста, как меня найти в анонсе, там есть ссылочка на меня, обращайтесь, я понимаю, что нужна родителям помощь, поэтому пишите. Всем хорошего вечера! Субтитры сделал DimaTorzok